В поселке Воскресенской Савинского района произошел взрыв бытового газа. ЧП случилось в 6 вечера на улице Пионерская, в доме, где проживает сразу несколько семей. Взрывной волной выбило стекло одной из квартир. Последствия могли быть куда хуже, если бы прохожие вовремя не заметили, что воспламенился резиновый шланг, к которому был подключен газовый баллон. Ожоги рваной раны получили два молодых человека и девушка. Именно они вовремя открутили баллон и успели его откинуть от дома. Возорвало бы дом, часть какую-то бы снесло, а благодаря их дом уцелил и соседей, слава богу. Конечно, благодаря вот этим ребятам, огромное им спасибо, я очень благодарна. Больше всего пострадала кухня. Взрывной волной повреждены обои, оплавилась плитка на потолке. Когда прогремел взрыв, хозяйка квартиры была на улице. Это ее и спасло. Что послужило причиной ЧП и кто виноват в произошедшем, пытались выяснить в четверг на заседании экстренной комиссии. Однако пока идет следствие, можно лишь предполагать. Почему загорелся шкаф, в котором был установлен баллон? Это может быть и поджог, то есть здесь, соответственно, вины жителей никакой нет. Технические причины пока трудно сказать. Потому что сам по себе баллон и газ не возгорается, должен быть источник. Даже если была утечка в случае нарушения при эксплуатации этого оборудования, то все равно должен был источник возгорания. Все пострадавшие сейчас находятся в больнице. Состояние мужчин врачи оценивают как тяжелое и средней тяжести. У девушки удовлетворительное. Штыров и Филатов госпитализированы в хирургическое отделение, где им проводилась противошоковая терапия. 23 числа по линии санитарной авиации они эвакуированы в настоящий момент в реанимационное отделение областной клинической больницы, где и проходят лечение. Горшкова Любовь Васильевна оставлена на лечение в хирургическом отделении Савинской центральной районной больницы. После выяснения причин происшествия администрация Савинского района обещает оказать помощь хозяйке пострадавшей квартиры. Любопытен тот факт, что баллон не Ивановский. Его привезли из Коврова. Впрочем, суть это не меняет. Как выяснилось, на заседании комиссии обслуживанием газовых баллонов в регионе никто не занимается. Однако для Софьи Фроловой это уже не имеет значения. От газовой плиты, после случившегося, она решила отказаться насовсем. Елена Белова, Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, Олег Мелехин, РТВ Иваново.